Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Родионов Игорь. Я представляю компанию Центр финансовых технологий. Тема моего выступления – это управление цифровым обслуживанием клиентов. На самом деле ни для кого не секрет, что тема цифрового обслуживания клиентов не новая, уже, наверное, лет 10 банки обсуждают перспективы вывода клиентов в цифровые каналы обслуживания, но последний, наверное, год мы наблюдаем такой некий бум понятия диджитализации цифровых каналов обслуживания. Хотя практически у всех, у каждого банка есть примеры реализации кейсов либо каналов дистанционного банковского обслуживания, в мобильном приложении, в интернет-банке, возможно, где-то в терминалах самообслуживания, в банкоматах. Тем не менее, комплексного сервиса, позволяющего всем этим набором каналов легко и просто управлять, практически ни у кого сейчас нет. И полностью цифровых банков в России, но их можно пересчитать буквально по пальцам. Поэтому, на наш взгляд, сейчас наиболее актуальная тема – это комплексный подход каждому из цифровых каналов и предложение клиентам должно быть одинаковым во всех каналах банка. Ну вот на данном слайде мы выделили таких основных три тренда, которые мы наблюдаем. Это, как я уже сказал, цифровка сервисов, вывод их в электронные каналы. Действительно, смартфон – это сейчас основной инструмент, основная площадка для коммуникации с банком, банком, с клиентом. Второе – это отход от банковской карты, как от основного форм-фактора идентификации. Мы наблюдаем активное развитие технологий идентификации с помощью QR-кодов, с помощью биометрических различных сервисов. Ну и третье – это омниканальность и мультиканальность, которая позволяет клиенту начать операцию в одном канале, продолжить в другом и закончить ее, например, в третьем канале. Это, допустим, интернет-банк, платежный терминал и отделение банка. Мы очень много общаемся с банками, у нас достаточно большой опыт работы у ЦФТ с различными банками, различной структурой и формой. Это и крупные федеральные банки, и небольшие региональные банки. И, в принципе, у всех перед всеми сейчас стоят примерно одни и те же решаемые задачи. Помимо того, что необходимо быть в тренде и во многом играть на опережение рынка, чтобы сохранить свою клиентскую базу, есть задачи и на снижение сдержек на поддержку существующих каналов и сокращение расходов на персонал, есть актуальные задачи увеличения объема продаж, которые всегда были и будут в дальнейшем. И, на самом деле, как я уже сказал, есть такая глобальная задача решать все эти перечисленные проблемы, задачи комплексным решением. Центр финансовой технологии, как я, опять же, упомянул, достаточно много давно работает с банками, и у нас накопился большой опыт именно интеграционных проектов. И сегодня мы предлагаем такой комплексный подход к решению всех перечисленных задач с помощью продуктов и сервисов ЦФТ. Ну вот на этом слайде представлены как раз некоторые уже многие знакомые сервисы. Это, допустим, сервис дистанционного банковского обслуживания «Фактура.рус», состоящий из интернет-банка, мобильных приложений, мобильного банка. Сервис управления сетями самообслуживания, которые позволяют управлять эквариинговой сетью банка терминалами, самообслуживанием, банкоматами, плюс осуществлять онлайн-мониторинг. Ну и, конечно, у нас есть еще дополнительные сервисы, такие как федеральная система «Город-агрегатор», которые более 10 тысяч поставщиков услуг предлагают своим клиентам, процессинговый центр, карт-стандарт и так далее. Все эти в комплексе сервисы позволяют комплексно решать проблему и представляют у себя единый инструмент по управлению всеми цифровыми каналами, которые существуют в банке. Несколько слов о том, что из себя представляет сервис CFT управления сетями самообслуживания. На самом деле это такая синергия технологий CFT, которая уже более 25 лет на рынке, и технологий платежной системы «Золотая корона». Мы предлагаем и программное обеспечение, которое можно поставить на терминалы самообслуживания, на банкомат, на посттерминалы. Данное программное обеспечение полностью нашей разработкой, сертифицировано в соответствии со всеми международными стандартами. Кроме того, мы предлагаем инструменты по управлению терминалами самообслуживания банкоматами, в том числе с возможностью запуска локальных поставщиков услуг, интеграции с различными биллингами, интеграции с дистанционно-банковским обслуживанием. Ну и отмечу, что мы, в принципе, поддерживаем практически работу со всеми вендорами, присутствующими на российском рынке. Это iWincar, NCR и, в принципе, любые производители терминалов самообслуживания. Что из себя представляет сервис? Ну, в принципе, это может быть как облачный сервис, который располагается на сервисных мощностях CFT и предлагается на основе аутсорсинга. Так это может быть и локальная инсталляция на стороне банка. В настоящее время у нас к данному сервису подключено более 120 банков. Общее количество устройств под управлением данного сервиса это более 11 тысяч банкоматов устройств самообслуживания. Сервис состоит из нескольких модулей. Как я уже сказал, основные направления работы это организация управления услугами, поставщиками услуг. Это мониторинг, онлайн-мониторинг сети устройств самообслуживания банкоматов. Ну и плюс интеграция с дистанционным банковским обслуживанием. Управление происходит за счет предоставления сотрудникам банков веб-арма сервисов и с помощью простых понятных инструментов можно в онлайн-режиме, например, настраивать иерархию меню услуг, создавать группы устройств по региональному, территориальному, любому признаку. И в онлайне отслеживать какие-либо проблемы, которые могут быть с каждым из устройств. Плюс есть возможность предоставлять клиенту персональные предложения. Это можно использовать как в рекламных целях, можно использовать для сбора заявок на кредит или депозиты, либо делать какие-то элементарные личные предложения клиенту. Ну вот здесь, я думаю, что кому будет интересно, презентация будет выложена и можно будет более подробно посмотреть, из каких модулей состоит решение. Отдельно еще скажу, что у нас есть возможность работы с юридическими лицами. С помощью идентификационной карты юрлицо может производить самоинкассацию устройств самообслуживания. Есть такой интересный сервис, как кэш-менеджмент, позволяющий проводить анализ загрузки кассет и делать прогноз по инкассации устройств банкомата, устройств самообслуживания. Отдельно хочется отметить о том, что, естественно, у нас есть все сертификаты соответствия. Это решение сертифицированной PI-DSS, PI-DSS, собственная разработка EMB-библиотеки, которая используется в устройствах. Ну и, собственно говоря, каждый год мы проходим все проверки, в том числе ЗАО «Золотая корона» проходит проверку центрального банка, как значим платежная система. Далее хочется еще раз отметить список доступных операций. В последнее время замечаем, что банки разделяют операции в устройствах, которые доступны клиенту, не клиенту, но при этом есть возможность не клиенту, а клиенту стороннего банка подойти к устройству, зарегистрироваться в личном кабинете, выпустить виртуальную карту в онлайне и тут же стать фактически клиентом банка и получить полный доступ к различным операциям, которые доступны в устройствах. Более подробно, наверное, хочется остановиться на проектах, которые мы сейчас ведем с банковыми партнерами. Их, конечно, больше, чем здесь перечислено. Это такие основные, которые хочется выделить. Очень актуален проект витрины продуктов банка. Это такой некий marketplace, когда банк предлагает своим клиентам не только свои финансовые продукты, но и плюс какие-то погашения кредитов сторонних банков. Это могут быть не финансовые продукты, это могут быть страховки. И в зависимости от, опять же, места, в котором стоит устройство или это если дистанционное банковское обслуживание, там свой набор услуг и клиент может выбирать любые продукты, которые есть у банка. Кроме того, сейчас очень активно мы развиваем процесс выдачи наличных без карт. Опять же, можно это реализовать с помощью технологий QR-кода, можно с помощью выпуска виртуальной карты. Активно у нас идут проекты по биометрии, поддержке системы распознавания лиц. Мы проводили серию встреч с компаниями, которые предлагают данный сервис. Готовы взаимодействовать, если есть банки, интересующиеся данной темой, можем пообщаться. Интересный сервис, который мы назвали X-Order, новая тема, которая предполагает, что банк может предложить торгово-сервисным предприятиям отказаться непосредственно от кассы и клиент, обращаясь в торгово-сервисное предприятие, получает счет, идентифицируется в устройстве банка, например, в устройстве самообслуживания и оплачивает либо с карты, либо наличными оплату за товар. Таким образом, торгово-сервисное предприятие и банк взаимодействуют между собой, исключая кассу как непосредственный физический носитель. Кроме того, в связи с последними рекомендациями Центрального банка, у нас активно развиваются процессы динамического изменения интерфейса в устройстве самообслуживания. Это для лиц с ограниченными возможностями. Голосовое сопровождение операций и так далее. И, как я уже сказал, есть интересные темы ввода данных с использованием QR-кода для гашения кредитов. На самом деле, мы готовы выслушать различные идеи от банков, от партнеров и совместно реализовать их. Идей очень много, мы здесь все, к сожалению, конечно, не сможем показать, обсудить. Но в любом случае, мы готовы к сотрудничеству. Если у кого-то есть вопросы или идеи, мы готовы их обсудить, совместными усилиями реализовать их. Ну, в целом, наверное, все. Я готовы пообщаться еще отдельно. В гулуарах у нас здесь, от центра финансовых технологий представлены, присутствуют коллеги и от процессингового центра карт-стандарт, и от системы фактура. Поэтому, если у кого-то есть вопросы, можем встретиться и пообщаться. Субтитры создавал DimaTorzok